Всем привет! 3 февраля были объявлены номинанты на 78 премию Золотой Глобус, одной из самых престижных кинопремий мира, которую традиционно считают разминкой перед Оскаром, так как претенденты и лауреаты здесь зачастую пересекаются. Но в отличие от Оскара, Золотой Глобус награждает не только участников большого кино, но и главные ТВ-работы. Например, сериал Ход Королевы, о котором мы рассказывали в одном из наших видео, был номинирован в категории лучший фильм или мини-сериал. Если еще не смотрели этот ролик, то обязательно это сделает. А сериал Мандалорец, которому посвящен сегодняшний ролик, был номинирован в категории лучший драматический сериал. Конкуренцию ему составят такие сериалы, как Корона, Страна Лавкрафта, Озарк и Рэдчет. Думаю, Мандалорец был номинирован вполне заслуженно. Сериал получил восторженные отзывы как от обычных зрителей, так и от ярых поклонников Звездных Войн, которые активно критиковали последние фильмы этой франшизы. Сегодня же я расскажу вам 14 интересных фактов об этом сериале. О том, как создавался сериал, кто такие Мандалорцы, расскажу историю о Темном Мече и его владельцах и многое другое. Не переключайтесь. Действия в сериале Картины, как Пробуждение Силы, Последние Джедаи и Скайуокер Восход. Сериал по Звездным Войнам пытались снять и раньше. В 2005 году Джордж Лукас объявил о намерении снять сериал Звездные Войны Другой Мир. Студия Лукасфильм разработали сценарий для 50 эпизодов, но финансовые проблемы не позволили начать съемки. Спустя несколько лет он продал франшизу Диснею, со всеми наработками и идеями. Но студия решила создать собственный канон. После провала в прокате ленты Хан Соло Звездные Войны Истории, работа над спин-оффами и сериалами была приостановлена. Но в 2019 году студия запустила свой стриминговый сервис и ей понадобился контент. Так идея сериала по Звездным Войнам стала реальностью. В 2019 году Джон Фавро поведал, что он предложил продюсеру Кэтлин Кеннеди идею Мандалорца летом 2017 года, когда занимался съемками ремейка «Король Лев» для Дисней. Джон хотел исследовать тайну происхождения расы Йоды и задумал персонажа, который будет принадлежать к той же инопланетной расе. Так возникла идея создать малыша Грогу. Кеннеди свела Фавро с художником-мультипликатором Дэйвом Филони, и когда они оба встретились, Филони начал рисовать на салфетках наброски малыша. Это стало переломным моментом, и вскоре Фавро, во время работы над картиной «Король Лев», каждый день задерживался допоздна и работал еще несколько часов над своим секретным телепроектом для Лука с Филом. Теперь немного поговорим о том, кто такие Мандалорц. История Мандалорцев немного запутана. По одной из версий, это древний народ, который берет свое начало от расы Таунги, появившейся за тысячу лет до людей. Таунги отличались серым цветом кожи, высоким ростом и необычной формой головы, которая напоминала шлемы Мандалорцев. В дальнейшем Таунги сражались с людьми и после поражения переселились на планету Рун. Там они спокойно жили и развивались тысячу лет, пока амбициозный предводитель по имени Мандалор Первый не уговорил их начать завоевание соседских народов. Под его предводительством они обосновались на одной из планет и истребили живших на планете мифозавров, с костей которых построили многочисленные города. Планета получила название по имени вождя Таунгов Мандалор. Таунги сражались со всеми подряд и нажили себе много врагов, и в конечном итоге их уничтожили джедаи. Однако в галактике зародилась военная организация, которая почитала боевые традиции Таунгов. Они называли себя Мандалорцами и впоследствии обосновались на этой же планете. По другой версии, Таунги сами принимали к себе представителей разных рас, которые стали Мандалорцами. В любом случае, Мандалорцем мог стать любой, кто покажет преданность идеалам организации и боеспособность. Далее, по первой версии, организация попала под влияние ситков, и ее лидер Мандалор наивысший развязал войну против Старой Республики, но погиб от рук джедая. Оставшиеся после поражения Мандалорцы жили разрозненно. Они научились выслеживать цель и отлично сражаться. Так Мандалорцы прославились как охотники за головами. За ними закрепила слава людей долго, с которыми ни одному преступнику не удалось договориться. Они предпочитали разыскивать добычу в одиночестве. Отсюда у них выработало стремление носить с собой максимальный арсенал оружия. Из сериала мы также узнаем, что во времена расцвета Империи произошла Великая Чистка, в результате которой большинство Мандалорцев были убиты, а имперские войска заполучили их запасы без кара. Материала, используемого для изготовления доспехов Мандалорцев. Все эти события и привели к почти полному исчезновению Мандалорцев. На съемках сериала используется инновационная и во многом революционная технология создания спецэффектов под названием StageCraft от компании ILM, дочерней компании Lucasfilm, которая позволяет проецировать изображение высокого качества на огромные экраны, находящиеся на съемочной площадке. То есть вместо привычного зеленого экрана на съемочной площадке использовалась так называемая виртуальная сцена. Ключевой особенностью технологии является то, что система отслеживает положение камеры, двигающейся внутри сконструированной виртуальной сцены, и изображение на экранах подстраивается под ее движение в режиме реального времени, обеспечивая нужный ракурс, расстояние и угол изображения. Таким образом, спроецированная на экраны 3D картинка не является статичной, а ведет себя в точности так, как это бы происходило в реальности или в компьютерной 3D студии во время постобработки. Для создания цифровых фонов в сериале использовался игровой движок Unreal Engine 4 от компании Epic Games. Данная технология позволяет намного ускорить рендеринг визуальных эффектов, чем это обычно возможно для игровых сериалов. Раскадровка, которая показывает разбивку видео и иллюстрирует ключевые сцены, также выполнялась не с помощью традиционных эскизов на белом фоне, а с помощью игрового движка. Однако только примерно 50% кадров были фактически сделаны на Unreal и сняты на камеру. Остальные 50% были созданы с помощью традиционного конвейера визуальных эффектов ILM и визуализированы с помощью системы рендеринга V-Ray. Технология производит настолько качественную виртуальную сцену, что, по словам продюсера сериала Кэтлин Кеннеди, когда представитель студии Disney приехал на съемочную площадку и осмотрел ее, он повернулся к создателю сериала Джону Фавро по словам «Джон, а я думал вы не будете строить никаких декораций». То есть сотрудник Disney в тот момент даже не понял, что находится не среди декораций, а внутри виртуального пространства. За новаторство в применении технологии Unreal Engine, компания Epic Games получила техническую премию EMI. После съемок нескольких сцен с Грогу, представляющим из себя реально созданную настоящую куклу, съемочная команда хотела сделать еще несколько сцен, но уже с использованием компьютерных эффектов для создания персонажа, потому что не были уверены в том, что кукла будет выглядеть в кадре достаточно убедительно. Однако, когда знаменитый режиссер Вернер Херцог, сыгравший в сериале Клиента, узнал об этом, он сильно возмутился, обвинив создателей в трусости и попросил оставить куклу. В итоге в фильме остались сцены с куклой, которая, по словам Херцога, выглядит на экране душераздирающе прекрасно. Ему так понравилась эта кукла, что он разговаривал с ней, будто она живая. Мандалорис в тяжелой броне Пасс Визла, с которым в одном из эпизодов возникает конфликт у персонажа Педро Пасхаля, озвучен Джоном Фавро, шоураннером сериала. Однако в самом костюме все же был не он, а боец MMA Тейт Флетчер. Кстати, именно этот персонаж, озвученный Фавро, отдает честь Мандалорцу, пролетая на джитпаке рядом с его кораблем. Это можно считать своего рода кивком в сторону Железного Человека, первые две части которого также снял Фавро. Эпизод «Грех» первый раз за всю 42-летнюю историю франшизы, когда «Звездные войны» снимала женщина. Серию поставила Дебора Чоу, которая ранее работала над дневниками вампира, мистером роботом, лучше звоните Солу, Джессикой Джонс и американскими богами. Она же поставит все шесть эпизодов сериала об Оби-Ване. Известно, что Чоу вдохновлялась телохранителем японского режиссера Акиры Курасавы. Фильм 1961 года посвящен самураю, оказавшемуся в городке, наполненном различными преступными группировками. Больше всего этот фильм повлиял на атмосферу сцены, в которой Мандалорец отстреливается от наемников посреди улицы. Еще одним источником вдохновения был боевик «Круто сваренный» 1992 года, режиссера Джона Ву. В нем есть сцена, в которой главный герой с ребенком на руках участвует в перестрелке. В одном из интервью шоураннер Джон Фавро отметил, что изначально он не намеревался включать персонажа Марка Хэмилла, сыгравший Люка Скайуокера, но сценарий позволил это сделать. Также Джон добавил, «История развернулась по мере того, как я ее писал. Мандалорец унаследовал многое от существующих историй Звездных войн, и стало ясно, что в рамках непрерывности случиться может многое. Поскольку действие сериала разворачивается между событиями оригинальной трилогии и трилогии сиквелов, в целом зрители знают судьбу Люка после своего появления в концовке второго сезона. Но Джон отметил, что он не чувствует давления, чтобы привести повествование о конкретном событии. «У нас есть огромная творческая свобода, предоставленная благодаря разрыву во времени между фильмами». Я и Дейв Филони постоянно обсуждаем, как выбор каждой истории влияет или может повлиять на существующие материалы по Звездным войнам. Пригласить композитора Людвига Йорансона рекомендовали несколько коллег Павра, в частности режиссёры Райан Куглер и Энтони и Джо Руссо, и музыкант Дональд Гловер. Павра знал, что саундтрек должен играть важную роль в сериале. Йорансон впервые встретился с Павра в ноябре 2018 года. Режиссёр показал композитору эскизы к сериалу и рассказал о своём вдохновении, исходящем от самурайских и вестерн-фильмов. 19 декабря 2018 года было официально подтверждено участие Йорансона. После дискуссии о сериале Павра прислал Йорансону сценарий ко всем эпизодам. Композитор работал в одиночку целый месяц, проводя в своей студии по 10 часов в день. Музыка записывалась с апреля по сентябрь 2019 года в Лос-Анджелесе при участии оркестра из 70 человек. Мандалори свернул Бобу Фету, который теперь получит сольный спин-офф. Также в ближайшее время начнутся съёмки шоу Андор, Оби-Ван Кеноби и Лэндо. Не оставили без спин-оффа и персонажа Асоку Тано, которую сыграла Розарио Доусен. Помимо этого сообщалось, что персонаж Джины Карана Кара Дюн также получит свой проект. Но 11 февраля вышла новость, что Лука с Филом уволили актрису за сравнение США с нацистской Германией и другие высказывания в соцсетях. Теперь давайте обсудим тёмный меч, которому отведена немалая роль в сериале. Это древний световой меч с плоским лезвием тёмно-серого цвета. Данное устройство являлось как орудием ближнего боя, так и символом власти на Мандалоре. Форма лезвия – основное отличие от прочих видов световых мечей, которые генерировали клики круглого сечения. Вес меча мог изменяться в зависимости от различных внешних факторов, таких как физическое и эмоциональное состояние носителя, а также притягивался к лезвиям большинства мечей других типов. Право на владение мечом имеет только тот, кто одолел его прошлого владельца в бою. Тогда можно претендовать на роль лидера на Мандалоре. За тысячу лет до эпохи Империи Тар Визла, первый мандалорец, официально принятый в Орден джедаев, создал этот световой меч. После его смерти джедаи хранили его в своем храме на Корусанте до тех пор, пока члены дома Визла не выкрали его оттуда во время падения Старой Республики. Наследники дома Визла использовали этот меч, чтобы объединить народ Мандалора и изгнать угнетателей. В одно время они правили всем Мандалором на протяжении многих лет, осеняя свою власть этим клинком. У меча очень длинная история, он переходил из рук в руки и был в эпицентре многих переворотов. Однажды в эпоху Империи мечом завладел имперский навестник Гар Саксон, однако девушка по имени Сабин Врен, которая являлась одним из лидеров повстанцев, сразилась с Саксоном и победила его. Однако отказалась добивать своего противника, тем самым отвергая свою кандидатуру на лидерство на Мандалоре. Но Саксона застрелила мать Сабин, который пытался напасть на Сабин со спины. После этого Сабин осталась на Мандалоре, чтобы отыскать подходящего лидера и вручить ему указанное титульное оружие. Этим лидером оказалась Бокатан Крайс, сестра погибшей герцогини Сатин, которую признали достойным лидером. Давайте остановимся на этом персонаже чуть поподробнее, ведь в сериале ей также отведена немаловажная роль. Бокатан была родом с Мандалора и, как уже упоминали ранее, была сестрой герцогини Сатин, правительницей планеты. Правительство новых мандалорцев, возглавляемое Сатин, избрало для себя пацифистскую политику и отказ от насилия, что привело к процветанию Мандалора. Но будучи сторонником военных традиций прошлого, Бокатан вступила в антиправительственную организацию Дозор Смерти и стала беспрекословно следовать за своим лидером Преа Визлой, который, кстати, владел темным мечом, доставшийся ему после смерти основателя Дозора Тора Визлы. Чтобы захватить власть на Мандалоре, Дозор Смерти не чурался сотрудничать с различными преступными организациями. И однажды Преа Визла столкнулся с Дартом Моллом и его братом Саважем Апрессом после крушения их корабля. Визла вылечил их и заключил с ними сделку. Ситхи помогали Дозору, а Визла с помощью герцогини Сатин Крайс заманивал Оби-Вана Кеноби к Дарту Моллу, который жаждал мести. Как вы, наверное, помните, именно Оби-Ван разрубил пополам Дарта Мола, и тело Ситха упало в шахту. Но даже в разрубленном состоянии он выжил, сделал себе кибернетические ноги и объявил охоту на Оби-Вана. Но как герцогиня Сатин Крайс могла заманить Оби-Вана? Дело в том, что во время гражданской войны на Мандалоре, республика отправила двух джедаев, мастера Квайбон Джина и его подавана Оби-Вана Кеноби для защиты герцогини. Их миссия затянулась на год, и за это время оби-ван и герцогиня Сатин Крайс стали очень близки и полюбили друг друга. Поэтому Молл принял условия сделки. Далее криминальная группа во главе с Моллом начала атаку на столицу нового Мандалора – Сандари, против которой полицейские подразделения города оказались бессильными. В это время Дозор Смерти обратился к народу Мандалора и пообещал защиту, обвиняя в нападениях слишком мягкую политику Сатин. Войско Дозора Смерти инсценировало сражение с их преступными союзниками. В частности, Визла лично сражался темным мечом с Саважем Опрессом, якобы одолев Ситха при попытке ограбления банка. Устранив угрозу со стороны криминальных кланов, Дозор Смерти приобрел репутацию народных освободителей и героев. Герцогиня Сатин Крайс была свергнута, а Привизла занял трон. После завершения революции Привизла предал своих союзников Ситхов и заключил их в тюрьму. Однако Молл и Саваж вскоре бежали. Разгневанный Молл ворвался в королевский дворец Сандари и бросил вызов Визле ради места лидера Дозора Смерти. Искусственно владея техниками боя на световых мечах, Молл одолел Визлу, забрал темный меч, объявил его своей собственностью и казнил им Визлу. Отказавшись признать власть Молла как нового лидера Дозора, Бокатан бежала из дворца вместе со своими сторонниками, отрядом Ночной Исовы. Несколько недель спустя Молл заманил Оби-Вана Кеноби в Сандари, где захватил мастера джедая при попытке спасти герцогиню Сатин Крайс. Вернувшись во дворец с двумя пленными, Молл принял решение отомстить Кеноби, убив его любовь у него на глазах. Ударив Крайс темным мечом прямо в грудь, Молл совершил долгожданную месть. После того, как Сатин умерла на руках у джедая, Молл отправил сломленного горем Оби-Вана на вечное заключение в тюрьму. Но конвой, который перевозил его в тюрьму, был атакован Бокатан и ее людьми. Она освободила Оби-Вана и отправила его на корабле обратно в Республику, попросив его рассказать, что случилось на Мандалоре и привезти на планету Армию Республики. И дабы не затягивать рассказ о ней еще сильнее, можно сказать, что она являлась гордым служителем Дозора Смерти. И ее целью было восстановление былой славы Мандалорцы. Бокатан была стойкой и верной своей группе. Ранее я уже упомянул, как темный меч достался Бокатан. Она завладела мечом, который давал ей право претендовать на лидерство на Мандалоре. Но впоследствии меч перешел к Гидеону. Давайте теперь поговорим немного о нем. Гидеон – человек, который служил офицером в спецслужбе Галактической Империи и Имперском Бюро Безопасности. Во время Великой Чистки на Мандалоре, Гидеон, принимавший участие в этой кампании, завладел темным мечом. Впоследствии он получил звание Мофа. Это звание носили секториальные губернаторы Галактической Империи. Зарекомендовал себя в качестве военного преступника и отвечал за собственную территорию. Гидеон был хорошо осведомлен и стремился навести порядок после падения Империи. Будучи офицером высшего ранга, носил имперскую униформу с черными боевыми доспехами и плащом. Он был импозантным и безжалостным, готовым убивать своих собратьев Имперцев ради достижения своих целей. В последнем эпизоде второго сезона Динжарин победил Гидеона в бою и забрал темный меч. Он передал его Бокатан, которая как раз и пыталась его вернуть. Но Гидеон напомнил, что полноправным владельцем меча является тот, кто удалил в бою его предыдущего владельца. Поэтому Бокатан отказалась от меча. Многих порадовало то, что Дин еще сильнее заапгрейдил и без того сильное снаряжение. Он уже обзавелся крутой броней, джекпаком, а теперь еще и темным мечом, который может дать еще и власть. В этом ролике мы не стали подробно рассказывать о таких персонажах, как Боба Фета и Асока Тану. Как уже упоминалось, о них будут отдельные спин-оффы, где у нас будет возможность познакомиться с ними поближе. Что ж, Джону Фавро и команде удалось создать по-настоящему стоящий проект, который вдохнул новую жизнь в франшизу и создал отличные условия для Дисней, которые непременно получат отличную прибыль от последующих сезонов и спин-оффов, которые родились благодаря этому сериалу. На этом пока все. С нетерпением ждем следующего сезона. Если вы знаете и другие интересные факты, то делитесь ими в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я все сказал.